Всем привет! Вы смотрите Варп Маяк, меня зовут Шон. И сегодня по многочисленным просьбам и требованиям и угрозам наших зрителей мы будем анбоксить Страйкфорс Космодесанта. Данный набор у нас предоставлен интернет-магазином Carplace.ru, который является спонсором нашего сегодняшнего выпуска. Спасибо большое Carplace, а вы все бегите, делайте заказы как можно скорее. Вы хотели, вы просили, нам дали Страйкфорс ультрамаринов, ну в общем Космодесанта, но для меня-то вы понимаете, ультрамарины везде и всюду, которым очень много всего, в принципе это готовая армия и как бы по деньгам довольно выгодно, наверное, в принципе самый выгодный набор, который только можно купить в Архаммере. У нас здесь, в общем-то, неплохая подборка юнитов, у нас здесь есть Капитан, у нас здесь есть Командный Взвод, Рейзербэк, который так можно собрать как Ирина. Две новые тактички, две новые тактички, где есть гравиганы, где есть комбики. Пять скаутов со снайперскими ментовками, Венербул Дреднот, почетный Дреднот, Дроппот и пятерка штурмовиков. Это, наверное, самый бесполезный элемент данного набора, но если вы такой же флав-лавер, как я, то сойдет. У меня, например, 10 штурмовиков с двумя огнеметами и иногда ими играю, и в принципе даже получается. Ну что же, давайте теперь откроем эту невероятно огромную коробку и посмотрим, посмотрим, сколько там пластика. Посмотрите, я сейчас, знаете, я так для пафосности, я вот так вот сделаю, вот так вот. Вот, а теперь просто, чтобы вы понимали, да, что вы покупаете вот это, вот это все, да, вы чувствуете, что, как бы, вот, это даже на столе не помещается, это даже на столе не помещается. Теперь давайте посмотрим поподробнее, что же вот во всей вот этой горе пластика из себя представляет, и чуть подробнее поговорим о юбицах и юнитах. Вот, собственно, мы разобрали эту коробку по составным частям, и, как видите, наборов здесь действительно много. Так вот, еще раз напомню для тех, кто проморгал вступительную часть нашего эпизода, 5 скаутов с винтовками, командный взвод, поставки для всех наборов, соответственно, в трех пачках, на все сразу даются. Дальше у нас две тактички, вот они, две тактички. Ну, на них, естественно, одна инструкция, зачем две, давай. Так, команде, командный взвод, не знаю, говорил, не говорил, не важно. Венерал дреднот, подсчет дреднот, 5 штурмовиков, Razerback, он же Рина, если захотите, и DropPot. Все это в одном удобном наборе. Ну, что ж, теперь давайте по очереди посмотрим на каждый из наборов, но с небольшим но. В этом подкасте мы не будем отдельно рассматривать тактичку, мы ее посвятим целый эпизод, потому что здесь куча новых бицов и совершенно другие позы у ног. В общем, этот набор заслуживает отдельного эпизода, короче говоря, особенно новичкам, это будет актуально. Ну, я в целом, конечно, скажу пару слов о наборе, но глубоко отдаваться не буду, зато обо всем остальном мы поговорим подробно. Первый набор, который попал в мои руки, это Space Marine Commander. В принципе, из этого набора собирается у нас Чаптер Мастер, Капитан, очень, может быть, какой-то вычурный сержант для особо эстетичных хоббистов, или какой-нибудь мегаветеран, в общем, или любой другой, в принципе, командный персонаж Space Marine. Ну, разве что, Капеллана, конечно, вы из этого не соберете. Но Чаптер Мастер, Капитан, все круто, немножко поконвертить, можно, в принципе, даже и минных собирать, если у вас нет, допустим, доступа к минным моделям, нет денег на них, по каким-то другим причинам, короче, можно много чего сконвертить. Сейчас объясню, почему. Собственно, у нас в наборе пара ног, такая довольно статичная, штандарт, литой свинком, в центре пустое пространство, на котором можно рисовать. Сзади, вон, в принципе, довольно банально, наверху, кинул космодесанта, черепушка крылья, ну, тут даже, можно сказать, аквила, одноглазая, одноголовая. Прикольная тушка с плащом, на плаще сзади аксельбан, такая завязочка есть. Соответственно, дальше две руки, был пистолет, был пистолет. Железный нимб, потом разные мелкие символы, типа Крукстерминатус, опять крылатые черепа, вот здесь вот меч с крыльями для монашек отлично подойдет, две печати чистоты, три разных башки, башка с аугметикой, башка в противогазе и башка в шлеме. Вот, шлем, кстати, с такой, с оптикой наружной. Вот, далее у нас, соответственно, знаменитый бэкпак из этого набора с орлиными головами, очень прикольно выглядит. Шесть, а шесть разных наплечников, соответственно, у нас здесь ультровский есть, потом с Крукстерминатус, с терминаторским черепом есть инквизиторский, и, ну, два абстрактных, и еще один с орлом, черепастым. Пауэршашка на такой прямой вытянутой руке, цепной меч, кстати, рука аугметическая, один коготь, силовой кулак сжатый такой, да, по праздникам ультрамара, передняя часть брасплейта, на споисе мариновского, потом набедренная повязка, не знаю, сколько это применительно, конечно, к космодесанту, но набедренная повязка с двумя печати на чистоты, и вот эти вот римские ремни, я не помню, как они называются, у них есть какое-то имя, в общем, это за большие почты вместо медалей римским легионерам давали, у космодесанта они тоже такие есть, да, вот такие вот ремни кожаные, между ног висят, штурмболтер, штурмболтер с лямочкой, комбимильта, комбиплазма, плазменный пистолет с оптикой на 12 дюймов, когда стреляешь оптику, блин, это просто очень нужно, зато это объясняет пятый БС капитана, и, собственно, все, вот этот такой скромный, но очень полезный набор на этом заканчивается, надо понимать, что все равно столько оружия вы одному капитану не дадите, поэтому, если вы дали ему какой-нибудь комбик, у вас еще один комбик останется на Штернгард ветеранов, например, что очень полезно. Вот, ну что ж, с первым набором мы закончили, Space Marine Commander, теперь давайте посмотрим на его свиту. В данном случае это у нас Space Marine Command Squad, командный взвод космодесанта, он уже у нас из пяти моделей состоит, вот, здесь, конечно, побольше бицов. Самый главный биц, на мой взгляд, в этом наборе, я сейчас что-то уберу, это лишнее, самый главный биц это у нас флаг, флаг такой плоско, ну, как сказать, он плоско отлив, в том плане, что на нем ничего не выбито, и на нем можно рисовать, вот, он такой с драпировочкой, со складочками прикольными, и к нему идет отдельная рука с флагштоком. Также у нас в наборе есть просто баннер, который на Power Limit одевается, бэкпак, Марина, две набедренные повязки, одна спечатка из печатики частоты, фист, очень, кстати, модный, такой с орлом, болтер, можно сказать, релик болтер такой резной, который можно покрасить под золотом, плазмоган, бэкпак апотекария нашего медика, так, еще две руки, рука апотекария, две руки с болт-пистолетами, еще две руки для болтеров, силовой меч для чемпиона роты, очень прикольный, мельта, огнемет, 20-х меча, наплечники для апотекария, здесь еще три бэкпака на этом литмячке, потом показывающая такая, показывающая длань пальцем вперед тычет вот этого парня, да, меч, ой, в смысле щит для чемпиона роты, за которым скрыт был пистолет, так, типа, опа, внутри еще и пистолет, очень прикольный, соответственно, нагрудник чемпиона роты, с набеданной повязкой нагрудника апотекария, на этом литнике еще три головы, голова чемпиона роты, голова апотекария, и просто голова сержанта гола, для гигметики, различные навершия для бэкпаков, потом Ауспекс, которому, кстати, снова дали правила, в его шестую редакцию, десятка наплечников, наплечники чемпиона роты, отдельные такие с нашлепками, вот они, два инквизиторских, для, если вы собираетесь, они подойдут, пять из них, пять наплечников с кругстерминатус, литеранским статусом, и еще один свинком, довольно прикольно, особенно для фантовки Марины, под наверши Сультрой Омега. Второй литник, на котором у нас, собственно, все ножки от набора, здесь пять пар ног, даже шесть, на самом деле, по сути, потому что пять пар стоячих, и еще шестая сидящая, если вы хотите собрать флагоносца сидячим. Еще три нагрудника, с задними частями, два комплекта наплечников, два ножа, еще один наплечник, еще два комплекта нагрудников, Power Unit, пять голов, в общем-то, такие достаточно стандартные головы Марвах, ничего особенного, печать чистоты, две кобуры, три кобуры даже, чтобы быть точным, свиток, и подсумки, три комплекта подсумков. Что ж, со вторым набором мы закончили, и теперь посмотрим на самый большой комплект, эх, пластика, это дроппот. Ну, что говорить, его в подробностях смысла особого нет, разряда, потому что дроппот, он как бы в Африке дроппот, у нас здесь вот эти вот лепестки, аппарели, которые склеиваются из двух частей, потом, собственно, ребра самого корпуса, различные внутренние детали, и достаточно интересные детали внешнего оформления модели. Вот здесь есть символы различных чапторов, ну, всех практически первого основания. Железный крест у нас здесь, хромовников, волчья голова космических волков, омега-ультрамалинов, монашкин меч, извините, темные ангелы, потом капелька кровавых ангелов, фист, который работает для имперских кулаков, или для замечательных наших кримзонфистов. Нету символики только для, ну, в принципе, нет, почему для, нету для белых шрамов, нету для саламандр, нету для железных рук, а, в принципе, для всех остальных есть. А, ну да, для Гвардии Ворона тоже нет. Что, собственно, сказать, из вооружения у него здесь есть штурмболтер, который у него идет в стоке, или можно поставить The Finpies Launcher, который уже две редакции жестко сосет. Он абсолютно бесполезен. Но он есть. Вот. Здесь у нас в центре такой забавный успех стоит. Но, в общем-то, о этом наборе подробно говорить особого смысла нет, потому что его просто надо собрать. А вот. Кстати, могу сказать, что это один из самых неудобных, дурацких, нелепых наборов в сборке от Games of Flag Shop вообще. Когда я его собирал, я проклинал все. И мне еще надо второй дроп собрать. Я очень, очень хочу. К нему у нас комплект декалей для техники и подробная инструкция. Кстати, они его, по-моему, переделали. Прошлая версия выглядела чуть иначе. Но, поверьте мне, сборка от этого легче не станет. Далее по списку Венербул Дреднот. У него очень прикольная, такая модная подставка. Какой-то битый камень. Все в пулевых отверстиях. Валяются гиды. Прикольно. инструкция для Венербул Дреднот. Это почетный дреднот. И, собственно, все у нас. И собирается он из двух вот таких летничков. Все, все здесь, если мне не изменяет память. А вот, на нем у нас компактно размещаются различные варианты оформления саркофага вот здесь спереди с различной иконописью. Потом различные варианты оформления рук Дреднот. Для тех, кто любит по фрихендить, здесь есть две пустые бронеплиты спереди на саркофаг, которые можно оформить как хочешь. И различные готишные бронеплиты для кастомизации нашей модели. Также Венербул Дреднот можно собрать у нас с открытым саркофагом, где будет торчать голова и ну, типа нагрудник спейсмарина. Из вооружений у нас здесь есть плазменная пушка, тяжелый огнемет, штурмовая пушка, спаренная лаз-пушка, очень прикольная с венками на пламегасителях. Не знаю, если применим к лазерным оружиям, я думаю, что вполне. Очень прикольный движок с четырьмя трубами хлопными. Уникальная такая забавная рука Дреднота с пальцами и все остальные они с такими хлопалками манипуляторами. Все с ними знакомы, а тут прям такая рука. Но правда с трехпалами почему-то, да? Три головы. Очень прикольные, кстати, головы, которые нет вообще в других наборах абсолютно только здесь. Вот такая голова у меня на одном из сержантов тактичек стоит. Очень прикольно. А, да, также у нас здесь обычно штурмволтер подвеска. И, в общем-то, все. Различные еще элементы декора, куча печаток, свитки, фонарики. Набор прикольный. Два комплекта оформления для ног. Если по-разному комбинировать, то очень много собственно вариантов оформления саркофага. Ноги в одном варианте, руки можно разными бронеплитами оформить. В общем, довольно прикольно. Полезный набор. Далее Рейзербэк, который также можно собрать как и Ринку. Безусловно, потому что они все на основе Рина. Три летничка. Извините, поправки. Три летничка. Соответственно, два летника, которые есть во всех наборах с Рина, с Рейзербэком, с индикатором, с новыми зенитными флагтанками, с предатром. В общем, все, что у космилизанта сделано на базе Рина. Вот эти два летника у вас такие будут. Из них, собственно, собирается сам корпус машины, гусеницы, днища, внутренние перегородки и так далее. Но, на самом деле, самая важная часть, за которую вы доплачиваете, если обычно Рина стоит одни деньги, то Рейзербэк стоит на треть дороже, вы вот за вот этот рикки доплачиваете. Потому что здесь, здесь у нас спаренная лоспушка, спаренный хэви полтер и, собственно, тюрель сама, на которую все это ставится, а также два троса, которые скручены вместе, их нужно провесить спереди. И, типа, такой бюджетный вариант Дозер Блейда, то есть ковша от Вал для банджей. Он шипальный такой. Достаточно просто выглядит. Есть еще канистра. Хотя, по Бэку, Рину можно заправлять даже поленьями, она будет работать, но тут есть канистра. Я, правда, слабо себе представляю, как вот это можно заправить вот такой канистрой. тяжело. Я думаю, спейсмарин заправить такую канистру можно, а вот эту и порядка. И еще один литник, который тоже есть во всех наборах с этими подобными машинами, это набор оружия, так сказать. Извините, конечно, это громко сказано. Здесь у нас штурмболтер, Hunter Seeker Missile. Отличная вещь, которую я еще не помню, что кто-нибудь когда-нибудь ей пользовался. Одноразовая ракета с неграничной дистанцией, силы 8, АП-3. Но она тут есть. Использовать ее вряд ли будете. Также у нас здесь есть техмарин, к сожалению, в одном варианте оформления, но с двумя головами, который, собственно, может шмалять штурмболтер. Также штурмболтер можно по-разному оформить на вот эти люки, которые здесь есть. Свиточек, если вы хотите назвать вашу модель как-нибудь дымовые гранатометы, прожектор, радар. В общем, все достаточно стандартно. Все, кто собирал одиноподобные машины, будут цепить на таком инструкция, очень подробная, очень большая. Тоже, по-моему, они ее переделали. Но я не уверен. Набор деколей для машин, такой же, как в друг-коде. Далее еще один полезный набор из Strike Force. Это у нас Space Marine Scouts with Sniper Rifles. Если думаешь совсем правильными. Space Marine Scouts with Sniper Rifles. Различные космодесанты со снайперским винтовками. У нас здесь пять моделей, как я говорил. Почему? Потому что здесь пять пар ног. но при этом шесть тушек. Можно собрать шестерых, если использовать ноги от командного взвода сидячие. По росту сидячие ноги будут такие же, как стоячие из Scouts. Потом как называется модель. И вы сможете собрать себе пять винтовками и одного с ракетницей. Что очень прикольно. Соответственно, здесь шесть винтовок. Вот, да, что как бы забавно. Шесть винтовок. Одна из них просто винтовка, которую можно куда угодно прицепить. Чуть-чуть поковертив. Соответственно, просто четыре винтовки для основных скаутов, винтовка для сержанта. Она другая, она вот так как бы на вытянутой руке вверх держится. Шесть голов скаутов, как я говорил. Хватит на всех. Кстати, обратите внимание, здесь у нас четыре тушки с плащами. Одна тушка для любой другой модели, она без плаща и одна тушка для ракетчика. Вот там, самая простая. Соответственно, здесь есть ракетная установка, набор ракет, сошки, прицел, во вторую руку сержанту бинокль, голова генокрада, прострельная голова орка, ну, в смысле, черепах. В данном случае черепах, орка и генокрада и две подвязки какие-то с плащами. Это чтобы, типа, визивик, чувак, почему у тебя плаща на минке нет? А вот он скручен, сзади висит, все круто. Обратите внимание, что, кстати, головы двухсоставные, по крайней мере, пять голов из наборов двухсоставные, потому что на них надо одевать вот такие вот окуляры, они очень маленькие. Две пачки патронов и различные подвязки с гранатами для лошадков. Довольно полезный набор, вообще, я чтенько играю в трупсове скаутов, потому что это очень дешево, особенно по новой редакции. И что ж, на сладкой менее эффективный набор из всего Strikeforce, это у нас штурмовики. Штурмовики. Ой, я пою вам оду, ваши бесполезности, дорогие друзья. Что сказать? В очень, наверное, умелых руках эти ребята играют. У меня они даже пару раз играли, хотя я не утверждаю, что у меня очень умелые руки в плане игры. В принципе, десятка с двумя огнеметами под капелланом кое-что могут, кое-что могут, пока им не приходится драться с космодесантом. И не дай бог с терминаторами. И не дай бог с серыми рыцарями. Или чем еще пожище. А так, орков пожечь, гвардию пожечь, эльдарчиков погонять. Они могут. Но для всего остального как бы не надо. Реально, не очень полезный юнит. В этом плане. Но зато, чем этот набор крут, тем, что здесь пять пар ног в очень динамичных позах, бегущих вперед, которых нету ни в старой, ни в новой тактичке, потому что там они довольно статичные. И если вам хочется собрать бегущего марта, вот этот вот набор для вас. Также у нас здесь два плазмопистолета, пять подвязок с гранатами, трекрак гранаты, если что. Нож, что очень полезно, конечно же. Две печати частоты, три мельтабомбы. Собственно, безевик можно соблюдать по мельтабомбам. Они здесь есть. Пять подсумков, пять гол-пистолетов, пять цветных мечей, пять комплектов наплечников, пять голов, даже шесть голов, на шесть голов. Одна из них Марк 5 Корвус, да, пять комплектов тушек, пять обычных бэкпаков, на тот случай, если вы хотите собрать себе пеших штурмяков, которые не прыгают, еще более бесполезные юны. Рука с гранатой, рука, наплечник от Марк 4 Хириси, брони, потом здесь. И еще один полезный литник из этого набора, который заслуживает, собственно, который может помочь вам купить этот набор, вот эти ноги. И здесь силовой топор, который тоже, кстати, очень редко встречается в космодесанты. Еще один фист, который показывает вперед комбат шилд, силовой меч, пять джампаков. И еще пять тушек, кстати, обратите внимание, еще пять тушек, но которые сделаны под джампаки. Если здесь у нас пять тушек обычных, ну, как в трактичках практически, то здесь у нас под джампаки, они с ремнями. Еще один был пистолет, голова с радиоантенной, и башка сержанта с логметикой. Вот, довольно прикольно. топор, шампаки, ноги. Все остальное бицепт меняет. А, еще голова корпуса. Это тоже большая реплика. Напоследок у нас осталась новая тактичка, о которой мы снимем отдельный эпизод и покажем вам ее. Приобретается такой набор, можно сразу играть, потому что у нас здесь есть три труппсы, целых три труппсы, командный ю, есть к нему свита, есть одна довольно спорная но все-таки есть фаст-атака, транспорт, еще один транспорт, очень полезный набор, купил, покрасил, готова армия космодесанта, еще и денег сэкономил, купить можно в магазине Харплейс. Всем спасибо, вы смотрели Варп Маяк, let the battle begin. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok